В Армавире прошла конференция «Бережливые технологии. Ответ на новые вызовы». Организаторами выступили Министерство экономики Краснодарского края и Региональный центр компетенций. Участниками стали представители Восточной и Предгорной экономических зон, сотрудники администрации и почти 100 предприятий реального сектора экономики и социальной сферы из 13 районов Кубани. Участников нашего проекта создали такой инвестиционный офшор, особенно для промышленников, для обрабатывающих промышленностей. У нас в Зайном фонде развития промышленности производственного оборудования, которые в годовых, что в Крайвом фонде, что в федеральном, по сути, деньги бесплатные. И второй шаг, который мы сделали, мы, по сути, создали оффшор для инвесторов. Инвесторы могут вернуть 90% от этих затрат. Вступить в национальный проект «Производительность труда» могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики, обрабатывающие производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. В Армавире эта работа ведется очень активно. У нас проект очень важен для города Армавира, потому что Армавир всегда был одним из крупнейших промышленных центров в Кубани. И на сегодняшний день в эту программу федеральную вовлечено 22 предприятия, которые 16 уже на своих производствах реализовали бережливые технологии. Мы видим суммарный экономический эффект от реализации на 12 предприятиях. Мы его посчитали. Это порядка 2 миллиардов рублей. Мы видим сегодня, что эти 2 миллиарда, которые сегодня дали экономический эффект нашим предприятиям, они возвращаются налоговой составляющей и налоговыми поступлениями в местный бюджет. Но самое главное, мы видим, что наши предприятия, которые поучаствовали в программе, становятся конкурентоспособными. Задача конференции в том, чтобы потенциальные участники нацпроекта узнали о преимуществах бережливых технологий из первых уст. Представители предприятий, которые уже вошли в проект и получили результаты, рассказали о своем опыте. В рамках программы специалисты госкорпорации и регионального центра компетенций внедряют лучшие инновационные подходы к организации работы сотрудников. Бережливые технологии в Краснодарском крае также активно используют организации санаторно-курортного комплекса здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотели, чтобы наши люди развивались. Мы когда почитали про проект, послушали, показали это завещание, мы поняли, что знания можно получить совершенно бесплатно, очень качественные, в достаточном объеме, и это очень важно. Краснодарский край стал одним из первых субъектов России, которые включились в работу в рамках повышения эффективности в социальном секторе и среди государственных служащих. На сегодняшний день в проект вовлечено 20 муниципалитетов края. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360, Армавир.